На алтаре полночная свеча горит, и небо звездное, и мысли не спеша. Спокойствие и мудрость нам огонь дарит, и вам подарит, коль не спит душа. Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире эзотерический телепроект для тех, чья душа не спит. Передача полезных знаний. Сегодня нас с вами ждет уникальнейший просто гость, интереснейший эфир. Чуть позже в нашей студии в прямом эфире появится координатор объединения «Космопоиск» Вадим Александрович Чернобров. И мы будем в прямом эфире говорить о деятельности космопоиска в России и за рубежом. У нас будут несколько уникальных фото-видео-материалов в эфире, и вы сможете задать вопрос нашему гостю в прямой эфир по телефону 423-03-33. 423-03-33, он сейчас появится на ваших экранах. Если вы не сможете дозвониться, то, пожалуйста, задавайте ваши вопросы в виде смс на короткий номер 5577 с пометкой «Эфир». Дорогие друзья, встречайте нашего гостя в прямом эфире у нас координатор объединения «Космопоиск» Вадим Александрович Чернобров. Вадим Александрович, здравствуйте. Добрый вечер, доброй ночи. Очень рад приветствовать вас в Нижнем Новгороде. И, дорогие друзья, пользуйтесь, пожалуйста, такой уникальной возможностью. Задавайте вопросы Вадиму Черноброву к нам в прямой эфир. Напомню, телефон прямого эфира 423-03-33, 423-03-33. Обратите внимание также, что звонок без платы, не взимается никакой дополнительной платы за звонок. Вы можете совершать обычный городской звонок. 423-03-33. Если вы не сможете дозвониться, присылайте вопросы в виде смс на короткий номер 5577 с пометкой «Эфир». Все ваши вопросы мы постараемся сегодня свидетельствовать в рамках нашего телепроекта. Итак, Вадим Александрович, объединение «Космопоиск». Работает оно, судя по вашему сайту, вообще по истории, где-то с 1970-го года примерно? Официально зарегистрировано в 1994-м. Активная экспедиция, активная работа массовая началась с 1980-го года. Вот фактически сейчас пошел 31-й год, как я в экспедиционной деятельности. Но если вести отчет от времени, когда началась работа нашего первого руководителя, Александра Петровича Казанцева, это 1945-й год. То есть это гораздо раньше, чем даже появились первые уфологи, термин НЛО и вообще кто-либо из наших, условно говоря, конкурентов западных. Американцы, я напомню, ведут отчет уфологической деятельности с 1947-го года. Мы так небрежно говорим, а мы 1945-го. Так что в какой-то степени мы, получается, и самая старейшая организация на этом поприще. И все это время Космопоиск занимался изучением аномальных явлений, причем... В самом широком смысле этого слова. Начали мы с изучения того, что называют сейчас НЛО, то есть с изучения падения неопознанных летающих объектов. Ну, предметом, объектом номер один для изучения был тогда Тумбусский метеорит, к слову сказать. А потом уже направления деятельности расширились, потом начали заниматься сопредельными какими-то дисциплинами. Увеличилось количество людей. Мы можем себе позволить, не распыляясь особенно, расширить фронт исследований. С одной стороны. А с другой стороны мы понимаем, что многие тайны связаны друг с другом. Изучая полтергейст, мы обнаруживаем аналогичные какие-то формы проявления, то же самое, что мы видим у НЛО, и наоборот. То есть, иными словами, есть надежда, совершив прорыв в какой-то одной области, одновременно... Потянет за собой другие области. Да, разумеется. Поэтому быть каким-то однобоким в данном случае невозможно. Вот приходится держать, координировать фактически, чем я и занимаюсь, работу в самых разных областях. И надо сказать, периодически вот такие прорывы бывают. Сейчас ожидается, я очень надеюсь в этом году на очередной прорыв, ожидается то, что мы переведем уфологию из разряда науки, дисциплины, изучающих объезды, постфакту, то есть то, что произошло в прошлом. Мы переводим эту науку, поиски в разряд работы на опережение. То есть, мы теперь стараемся прогнозировать эти события с тем, чтобы прибыть на место до того, как происходит то или иное событие. Ну, если мы говорим о появлении НЛО, в идеале мы должны быть на том месте, где оно появится, не после, а до его появления. И вот такие попытки последние годы у нас начинаются. Как вы догадываетесь, в Нижний Новгород я тоже приехал, так сказать, не просто так, в том числе и по этой причине. Ну, будем надеяться, что Космопольск и Нижний Новгород после вашего приезда с новой силой начнут работу. Сегодня я убедился, сегодня прошли чтения Космопольска. Я видел много молодых лиц с горящими глазами. Я уверен, что есть кому ходить в экспедиции, есть кому заниматься теориями, практиками. Одним словом, есть большой задел. Дорогие друзья, в нас в гостях напомню Вадим Александрович Чернобров, координатор объединения Космопоиск. Звоните нам в студию 423-03-33 по всем вопросам, возникающим у вас по поводу исследования аномальных явлений. Вадим Чернобров, многие наши телезрители знают еще и по книгам, которые он написал в течение своей деятельности, исследовательской, экспедиционной деятельности. Вышло достаточно много книг, вот у меня тут список на двух листах. Книги, уверен, знакомы многим. Издавались в различных издательствах в течение фактически всего времени функционирования Космопольска. То есть это на протяжении уже нескольких десятков лет. Я так планирую, что книги будут еще. Ну, я не открою большого секрета. Сейчас разговор у меня идет о том, чтобы выпускать новую серию. И пока зима, пока у нас сезон еще не начинается, то вот самое время заниматься такой письменной работой. Или ездить по городам и заниматься орг-работой. Что тоже важно. Можно совмещать? Ну, это в идеале, не всегда получается. Еще обязательно нужно упомянуть такой момент, что Космопольск из российского объединения стал уже международным. Практически, наверное, скоро он уже будет всепланетным. Потому что уже существует Космопольск Берлин. Там, я не знаю, Космопольск... Есть Космопольск в 35 странах мира. И, надо сказать, в ряде случаев, вот когда случается что-то за рубежом, и мы получаем информацию из газет, из телевидения, то просим своих ребят проверить и предоставить нам информацию из первых рук. Очень часто они нас выручают. И мы узнаем гораздо более точную информацию, которая заставляет по-другому взглянуть, скажем так, на многие события, о которых мы слышим по телевизору. Ну вот, кстати говоря, о событиях, которые мы слышим по телевизору. Совсем недавно, в январе этого года, облетел слух, взбудораживающий всех, о птичьих дождях, так называемых, о массовом падении мертвых птиц. Что вы можете это прокомментировать? И сейчас мы посмотрим некую карту, которую создали как раз. Вот именно этот классический случай, когда информацию, которая приходит от наших групп, которая полностью не совпадает с официальной информацией, оказывается, что первое, что все эти события произошли в местах, находящихся на одной полосе. То есть это сразу говорит о том, что первые первоначальные случаи гибели произошли по одной причине. То есть была какая-то внешняя причина. Вот мы сейчас видим карту, где эта полоса изображена. И скорее всего, эта полоса не что иное, как след от падения какой-то цепочки тел. Вероятнее всего, это кометный поезд, то есть цепочка ледяных обломков, которая последовательно, как автоматная очередь, падает на Землю, оставляя за собой такую вот ровную линию. Вероятнее всего, эти осколки, скорее всего, сгорели в атмосфере. И до Земли ничего не долетело, кроме аэрозольных облаков. То есть пара, может быть, вероятно, отчасти ядовитого. То есть то, что и погубило в конечном итоге птиц. И среди аргументов, доводов и фактов за то, что нам прислали наши коллеги из США, космопоезд, в частности, были прекрасные фотографии, сделанные в то же самое время, в том же самом месте, на которых хорошо видно огромные такие проплешины в облаках. Такое ощущение, что кто-то бросил большие ледяные снежные комья через плотное слое от облаков, и эти комья пробивают облака. То есть, иными словами, налицо влияние чего-то, прилетевшего с неба. И есть другие факты. Есть записи радаров, опять же, в том же месте, в то же самое время, на которых прекрасно видно обычные облака, которые бегут по ветру, и облака, которые стоят на одном месте, вопреки законам физики. На самом деле, конечно, законы физики соблюдаются, просто это другие облака, находящиеся на другой высоте. Они круглые по размеру, и на самом деле это то же самое, это след от пролетевшего космического тела. Тоже тело долетело до какой-то высоты, сгорело, и вот это оставшееся облако висит на одном месте, на той высоте, вероятно, ветер другой, а может быть, отсутствие ветра. Но постепенно опускается, когда доходит до высоты полета птиц, губит птиц. Но самое главное, когда удалось собрать вместе всю имеющуюся информацию, не разрозненную, из отдельно взятой страны, когда не видно общей картины, нам удалось собрать общую картину и сказать, вы знаете, вот она карта, где происходила первоначальный случай гибели птиц, но если на эту карту теперь наложить карту розоветров, можно предсказать, где будут следующие случаи гибели птиц. Потому что облака дальше начнут гоняться уже ветром, естественно, их концентрация будет падать, количество погибших птиц тоже будет уменьшаться, но облака мгновенно не исчезнут, что и подтвердилось. То есть, следующие случаи, что называется, не надо было к гадалке ходить, мы рассчитали на кончике пера, и это действительно подтвердилось. После Италии птицы гибли сначала в Румынии, потом в Турции, потом на Украине, потом это облако дошло до России, но, к счастью, уже в такой концентрации, что мы эффектов таких почти не наблюдали. Это было падение нескольких тел, или это могло быть... Это цепочка, такая очередь. А это не может быть один пролет одного тела сквозь атмосферу? Или там получается... Ну, как аналогию, я приведу пример, в 1994 году многие по телевизору наблюдали прямой эфир, когда кометный поезд, поезд к Шумейке-Ролеве, так вот бандировал очередью Юпитера. Это продолжалось очень долго, красочно было. Но комета Шумейке-Ролеве, это действительно громадная комета, слава богу, что не она упала на нашу Землю. Это упал ее очень-очень младший собрат, маленький такой аналог, но действительно это была цепочка. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, вас не слышно. Алло. Ну, попробуйте, пожалуйста, еще раз. Напомню, 423-0333, телефон нашей студии. Также вы можете задать вопрос на короткий номер 5577 в виде смс. Короткий номер 5577 с пометкой эфир. Кстати говоря, вот пришел вопрос, потому что многие связывали падение птиц с грядущим 2019 годом. Апокалиптические настроения, конечно, были, что греха таить. Ваши слова, ваше мнение по предсказанию 2019 года? Не то, что мнение, а моя убежденность, и готов это с фактами доказывать. Первое, что это далеко не первое, даже не то, что первое, это далеко не первая сотня предсказаний. Предсказаний, все предыдущие предсказания не сбывались. Второе, я в этих предсказаниях вижу не просто элементы боязни, споров, кто-то верит, кто-то не верит. Я вижу четкие элементы, мощные элементы профессионального пиара. То есть знаю людей, организаций, которым выгодно наднетать вот эту, называю вещи своими именами, истерию. И знаю организации, которые это дело, это далеко не ради правдного интереса, зарабатывают на этом весьма-весьма хорошие деньги. То есть, иными словами, предсказания, это не просто ради интереса делаются, а ради больших-больших денег. Только один пример хочу привести. Вы можете себе представить, сколько можно заработать на биржах, ориентируясь на слухи о грядущих катастрофах, катаклизмах, неурожаях. А тут речь идет не просто о каком-то банальном неурожае, а что называется, неурожая неурожаев. Так что и деньги здесь задействованы весьма-весьма большие. Понятно. Телефонный звонок у нас есть. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте, пожалуйста. Владимир Александрович, меня очень интересует такой вопрос. Моя дочь два раза исчезала. Причем первый раз она вернулась с большим количеством информации относительно будущего. Это был 91-й год, она дала информацию до 2010-й, а потом она исчезла, наверное, лет через 18 после этого, буквально у меня на глазах. Я с ней разговаривала, отвернулась, повернулась в ее сторону, ее не было. И потом она пришла в это же помещение и сказала, что она отсутствовала и видела наш город совершенно пустой, покрытый какой-то серой пылью. Знаете, я ей поверила. Почему? Потому что, когда прошло 19 лет с того, как она первый раз исчезла, очень много из той информации, что она рассказала, сбылось. Где она могла быть? Я не могу найти ответ на этот вопрос. Я не готов заочно вам дать ответ, но мне кажется, я не вправе отмахиваться от этой информации. Давайте мы займемся этим серьезно. Вы можете на нас выйти либо через передачу, либо через интернет. Я готов либо лично приехать, либо кого-то из представителей Нижний Новгород Космопольск вам послать. Но есть способы проверить, есть некоторый опыт в этой области. И я аналогичный случай встречал. И надо сказать, далеко не все случаи у меня вызывают какой-то скептиз. То есть все может быть. Может быть, за этим кроется и что-то такое, к чему надо относиться серьезно. Но заочно не могу давать диагноз. Поступают у нас вопросы, в том числе и в виде смс на короткий номер 5577 с пометкой эфир. Звоните также на наш телефон, студийный телефон, в прямой эфир 423-0333. Напомню, в гостях у нас Вадим Александрович Чернобров, координатор объединения Космопольск. Ну, вдогонку к 2019 году. Посочившиеся слухи о подлетающей планете Нибиру. Вроде бы как от астрономов. Это еще одна хорошая утка. К нам приближается огромная утка. На самом деле, эта история длится уже примерно 15-18 лет. Могу ошибиться. Вот в то время, в 90-е годы, это еще можно было обсуждать, потому что Нибиру было далеко. Но сейчас, извините, считается, что она должна прилететь всего-то навсего через полтора года. Я напомню, декабрь 2012. Это совсем недалеко. Так вот, по законам небесной баллистики, а их, извините, никто не отменял ни для космических аппаратов, ни для планет, в том числе и для Нибиру, по законам баллистики, эта планета должна быть уже где-то в районе Юпитера или даже, скорее всего, в районе орбиты Марса. То есть, практически рядом. Вы должны ее видеть не то, что в бинокле, невооруженным глазом. Нам говорят, ее секретят, ее прячут, ее как-то скрывают. Но, извините, это так же смешно, как НАСА или ЦРУ может спрятать Венеру. Это возможно, в принципе. Поэтому разговоры о том, что она не видна или там находится в каком-то невидимом для нас пространстве, ну, вы знаете, очень несерьезно. Дорогие друзья, да, тема 2012. Наша муфия отпадает за неактуральностью. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела задать вопрос Вадима Силановича. Скажите, пожалуйста, вот, во-первых, каким образом вы начали вот эти все исследования, то есть, что вас натолкнуло? И, второе, конечно, то количество информации, которое к вам поступает, ну, наверное, оно огромное. И каким образом вы отсеиваете эту информацию? То есть, что верить, что не верить? То есть, ну, понятно, что есть физические ненормальные люди и так далее. Всякое бывает. Спасибо. Очень практичный вопрос, спасибо. Ну, в общем, и правильно, действительно, вопрос. Как начал, я не уверен, что это настолько интересно, но, тем не менее, его часто задают. Если честно, я не могу дать какую-то опорвную точку. Вот до этого я не интересовался, а после этого начал. На самом деле, это все постепенно. Мое детство прошло в летном городке. Моими соседями были летчики бывалые. Я чаще слышал на сон грядущие не рассказы и сказки, а рассказы, былички о летных всяких происшествиях. Я видел своими глазами, и весь летный городок видел несколько раз НЛО, который появлялся над аэродромом. И я видел, слышал своими ушами, как это летчики комментируют. То есть самые авторитетные, казалось бы, люди попадали в просаг и вот так стояли, раскрыв рты, удивленные сами. И тогда мне казалось, кстати говоря, что это юношеский максимализм. Что на самом деле это суперсекретное советское оружие, но то, что летчики не знают, это просто показатель того, что это очень секретное оружие. А вот я вот такой умный, я вырасту, закончу очень секретный вуз, и я-то получу допуск к этим суперсекретным вооружениям. Ну, что говорить, я закончил, получил самый серьезный доступ, и я работал в этой области, создавали, изучали. Московский авиационный институт, вы знаете, был родоначальником официальной уфологии. Мы занимались по заказу правительства изучением этого всего. То есть, иными словами, все, что можно было знать в этой области, мы знали. И двумя словами могу сказать, объяснить это на тот момент было невозможно. Но я очень надеюсь, что мы все-таки это сделаем. И для этого, для того, чтобы мы разобрались, действительно нужно, первое, что нужно сделать, это грамотно использовать, грамотно как-то обработать поступающую информацию. Ее огромное количество. У нас есть свои технологии, мы никогда не используем слово «верю» или «не верю». Это очень важные требования, поскольку мои личные пристрастия могут сыграть злую шутку. Есть коэффициенты достоверности, есть способы проверки. Это достаточно долгая технология. Я не хотел бы утомлять людей, но, что называется, кому интересно, я готов поделиться. В конце концов, могу людей адресовать к нашим методичкам, которые я выпускал, к энциклопедии НЛО. Там это все очень подробно прописано, что считать достоверным, что недостоверным, какие критерии. Но, одним словом, когда грамотно изучаешь эту информацию, то выясняются очень занимательные последовательности, закономерности, периодичности. А вот дальше следуют выводы. Дорогие друзья, мы в прямом эфире. Гость студии, напомню, Вадим Александрович Чернобров, координатор объединения «Космопоиск». Пожалуйста, звоните нам по телефону прямого эфира 423-03-33 или задавайте вопросы в виде смс на короткий номер 5577 с пометкой «эфир». Сейчас небольшое. В эфире эзотерический телепроект для тех, чья душа не спит. Это передача полезных знаний. Сегодня у нас в гостях Вадим Александрович Чернобров, координатор объединения «Космопоиск». Международного объединения «Космопоиск», которое включает в себя уже сколько организаций по всему миру? Ну, около 200 групп в 35 странах мира. Ну, в основном, разумеется, в России. Пожалуйста, задавайте ваши вопросы Вадиму Черноброву нам по телефону прямого эфира 423-03-33 или в виде смс на короткий номер 5577. Сейчас мы затронем... 5577 с пометкой «эфир», прошу прощения. Сейчас мы затронем проблему НЛО, но сначала вкратце вопрос-ответ буквально на вопросы, которые пришли в виде смс. Что вы думаете по поводу филадельфийского эксперимента со временем? Такой был, абсолютно точно. Другое дело, подробности, которые мы видим в голливудских фильмах, ну, честно говоря, наверное, придуманы мощные фантазии режиссера. За контрматургии. Да. Ну, то есть, реальные основы... То есть, подоплека была, а вот подробности, это, что называется, отдельно по пунктам... Нет, почему не все засекречено, но истина действительно далека от того, что мы знаем из фильмов. В двух словах, эксперимент удался, от него ожидали то, что... Нет, нет, эксперимент не удался. Главная цель его была получить радионевидимость судов. Отчасти, эта радионевидимость была достигнута спустя 3-4 десятилетия, но другим способом. То есть, цель не была достигнута. Насколько достоверно сведения о визуальных контактах американцев с НЛО на Луне? И вообще были ли они на Луне? Американцы абсолютно были на Луне. За это я ручаюсь, хотя мне бы хотелось и обратно. Мой, кстати говоря, бывший руководитель, в свое время до того, как пришел в институт, работал как раз... Был руководителем советской лунной программы, поэтому, так сказать, авторитетное его мнение здесь для меня многого стоит. Они действительно видели НЛО, в этом сомнений нет, хотя приписывают, конечно, им гораздо больше приключений, сверх того, что они испытали. Но относительно истории, что якобы НЛО их прогнало с Луны, честно говоря, это не те ребята, я имею в виду астронавты, которые могут испугаться НЛО. Они встречали, но я не видел страха в их глазах. Есть телефонный звонок у вас. Алло. Здравствуйте. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Алло. Да, да. Алло, вы слышите? Слушаем вас, пожалуйста. Будьте добры, Наталья Александрович, ответственный вопрос. Скажите, информация, которую вы располагаете, доходит до каких-то государственных структур, и хотят ли с вами эти государственные структуры общаться? Спасибо. На частном уровне, с рядом очень известных людей, да, мы либо постоянно, либо периодически встречаемся, но сказать честно, на правительственном уровне эта информация сейчас не актуальна. Наши высшие эшелоны власти сейчас занимаются, ну, как я иронизирую, более серьезными вещами. Сейчас мы посмотрим карту... Я говорил о нашем правительстве. О нашем, да. Уточняю. Сейчас мы посмотрим небольшую карту активности НЛО, такую вот собранную на основе исследований космопоиска. Это, сразу говорю, есть карты по каждому периоду, есть по каждому году, по каждому десятилетию. Это пример того, что где НЛО проявляло активность вот за последние, за предыдущие 10 лет. И, должен сказать, когда мы сделали, эта работа прямо сейчас заканчивается, буквально в феврале месяце, и хотя она еще не закончилась, уже готовы поразительные результаты, которые удивили и меня в том числе. Никто не ожидал, что при такой системе обработки достоверной информации выявится очень интересная закономерность. Оказывается, в каждый определенный период можно заранее знать, в каком направлении летают НЛО в данный период, в каком месте они совершают посадки, зависания и проявляют какую-то другую активность. То есть, иными словами, в какой-то степени в наши руки сейчас попал впервые за все годы некий материал, который можно назвать расписанием движения. И, кстати говоря, расписание движения и об активности НЛО. Сейчас вот следующий видеоматериал мы посмотрим, который касается непосредственно нас, нижегородцев. Сейчас мы посмотрим два уникальных фотоматериала. Это первый снимок, который был получен 24 сентября 2005 года, в 13 часов 20 минут. Автор его Алексей Шаманин. Он сделал несколько снимков с высокого берега реки Волга в сторону города Бор. И вот это первый снимок. Там был виден такой небольшой штрих в небе. Но потом, через несколько секунд, Алексей сделал второй снимок. Вот он самый интересный. Опять же, панорама города Бор, но если присмотреться на одном из участков, около опоры ЛЭП, что тоже характерно, наверное, я думаю, совершенно отчетливо видно, ну, я думаю, что это можно сказать, что это... Ну, сейчас объективно можно сказать, что это быстролетящее тело, абсолютно точно. А вот что конкретно, конечно, нужно обработать эту фотографию. Скажу сразу, вторая фотография, конечно, представляет интерес, но не берусь заранее какой-то диагноз выставлять. Тут нужен хороший, спокойный, серьезный анализ. Ну, кто знает, почему бы и нет, в конце концов. Опять же, вот если можно, коротко, двух словах, вопрос-ответ на наш... Вопрос на наши телезрители, пришедшие в виде смс на короткий номер 5577. Инопланетяне или пилоты НЛО, которые... Фактически, я перефразирую ваш вопрос, поведение НЛО, оно в отношении землян агрессивное, наблюдательное или они как воспитательные? Можно очень долго на эту тему рассуждать, приводить массу примеров, кого-то якобы похищают, кого-то не похищают. Но одно бесспорно, и здесь, наверное, сложно со мной спорить, за тысячи лет существования НЛО, одновременно с человеком, мы не наблюдаем попыток какого-либо завоевания, порабощения, уничтожения. И мы вправе говорить о том, что, скорее всего, это и не будет никогда. Не наши атомные несчастные жалкие бомбочки нас спасают от вторжения гипотетических агрессивных инопланетян. А вероятно, всего совсем другое. И если они нас не уничтожили тогда, когда у нас с оружием были луки и стрелы, и не уничтожают сейчас, то вряд ли у них есть желание нас марать руки. Скорее всего, мы имеем дело не с агрессивными цивилизациями. Дорогие друзья, я сейчас попробую формулировать вопросы, которые будут содержать и ваши, объединять как бы в темы, будут содержать и ваши смс-вопросы, и вопросы с нашего форума. Ну, а сначала мы примем телефонный звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, я из Нижнего Новгорода вам звоню. Вадим Александрович, я хотел бы спросить, каким образом вся информация, которая поступает вам с различных концов планеты, касаемо как Пенлову, так и чудес, связанных, например, с религиозной почвой, как она укладывается у вас в голове, и какова ваша картина мироздания при всем наличии вот этой вот информации, которую вы получаете? Попробуйте на такой ответ, на такой вот дать короткий ответ. Укладывается она или нет, не мне судить, судите сами, а получаем мы действительно по разным каналам, и, конечно, мы, чтобы не зашиться в таком объеме информации, мы пытаемся алгоритмы обработки информации новые вводить, мы пытаемся какие-то новые технологии вводить. И, к слову сказать, вот начиная с этого года, начиная с Нижнего Новгорода, мы сейчас вводим новую систему Уфасети. Фактически это такая автоматизированная система мгновенного реагирования на сообщения об аномальных явлениях. То есть, если кто-то где-то видит НЛО, ему достаточно послать смс на номер Уфасети, он публикуется у нас в интернете. Я бы очень просил, чтобы его люди внесли в списки наряду там с... Я от именно нашей редакции могу предложить свои услуги в этом, потому что мы всячески хотим к этому содействовать. Если можно, будем выявлять в эфире. Я готов его просто, извините, сам еще до конца не запомнил, поэтому не готов его озвучить, но в интернете он есть. У ваших коллег, которые сейчас ожидают вас, есть? Да, конечно же, после эфира я сообщу вам. Я сейчас прошу, может быть, нам прямо в эфир принесут листок с этим номером, мы озвучим в эфире тогда, может быть, 100. После перерыва, хорошо. И в идеале назначение этой системы сделать так, чтобы весть о том, что куда-то летит НЛО, дошло до групп космопоиска, буквально в прямом эфире. То есть в режиме онлайн, не спустя там годы, часы, а спустя секунды. И вот таким образом нам иногда удается уже сейчас проводить, отслеживать НЛО на расстоянии в тысячи километров. У нас сейчас в эфире будет свидетельство летчика-истребителя в отставке, который будет вспоминать о своих уникальных, просто я считаю, моментах в контакте с НЛО, в боевой такой обстановке в самолете. Первая встреча с НЛО у меня состоялась в 1971 году, когда я летал на МиГ-19. Это первый наш сверхзвуковой самолет. Возвращался поздно ночью, на посадку заходил, аэродром перед, и вдруг на меня внезапно накинута была сеть, фиолетовая толщиной в руку, 30 на 30. Прямо буквально сетка была наброшена. И как руки спрута, оглаживая кабину, и казалось, в мозг мне залез кто-то, и рукой прямо щупает у меня крылья, смотрю, крыльев не видать, полная темнота. И главное, прекратилась связь с землей. И вот это продолжалось где-то минут 10, наверное. Мне все, а что же дальше, что же дальше, какой-то интерес был. Но как будто меня изучали, как насекомого под микроскопом. Понимаете? Меня раздражало, что вот эти пальцы, то есть... Вот ростки, это щупальцы, назвать этого спута, оглаживали кабину, меня это раздражало. Ну, приборы работали нормально, двигатель не установлены, нормально, только приглушенные. Как будто ватт у меня посадили. Приглушенные. Когда я выпустил шасси, сразу же эта сетка исчезла, а земля у вас с тревожным голосом. 643, ваши действия. Почему не отвечаете? Ну, я понял, что докладать, это мой последний доклад будет. Я с морозом говорю, да, фишка разъединилась, орешковый разъем. То есть рация подсоединялась к бортовой, такой орешковый разъем был. Ну, нередко разъединялась. Ну, я доложил, а когда я сел, ребята спросили, кто перед собой садился. Ребята, что-то увидели? Нет. Никто ничего не видел. Хочу прокомментировать. С этим человеком мы познакомились буквально несколько дней назад. И ваши телезрители, первые, кто видит эту видеозапись, я прошу это обратить внимание. И прошу очень серьезно относиться к словам этого человека, который, на мой взгляд, заслуживает доверия. Это герой Советского Союза, большой авторитет в своей области. Ну, и на меня производят самое благоприятное впечатление. Так что доверяйте такой информации. Сейчас мы, кстати, послушаем еще одно его свидетельство, этого летчика-истребителя. И у нас сейчас есть на данный момент телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Вопрос немножко, может быть, не по теме. Я хотел спросить, а к этому поиску что-нибудь известно о разработках севского ученого Микола Песла? Более не в прошлом веке. Ну, в частности, вот как раз он, когда вместо двигателя внутреннего ряда ранее использовал какой-то свой двигатель. Вот если можно как-то... Это хорошо известно. И в том числе, например, прошедшим летом мы практически все лето потратили на то, что пытались некоторые его разработки повторить. И были даже в том числе и попытки повторить и этот проект. Пока не очень удачно. Да, кстати, альтернативная энергетика, поиски путей, это тоже часть деятельности космопоиска. Ну, на самом деле, все, что мы занимаемся, все, чем мы занимаемся, это лишь прикладация задачи, а окончательная цель воплотить это в чем-то, в каких-то разработках, в технологиях. Телефон Уфа-сети. Вот мы понесли нам в студию, сейчас вы увидите на своих экранах. 8-985-257-9703. Сейчас он появится на ваших экранах, чуть позже. 8-985-257-9703. Я только прошу не звонить на него, ну, просто поговорить для души. Это телефон только для СМС. С вами будет, не будет разговаривать робот. Задача робота переслать ваше СМС по нужному адресу, то есть дать ход этой информации. Еще раз, 8-985-257-9703. Мобильный телефон Уфа-сети. Это для того, чтобы вы отправляете свои СМС с наблюдением НЛО, и чтобы это моментально распространялось, и чтобы можно было быстро наблюдать и сопровождать, возможно, летящий объект по траектории, например. У нас еще одно свидетельство. Летчик-истребитель, давайте послушаем. На ночь я заступаю на боевое дежурство. И ночью где-то часа в два меня поднимают. Поднять-подняли, разбудить забыли, как говорится. То есть надо одеть высотный костюм, то все это снаряжение. И я пришел сюда только, когда начал разбег. Мне с земли сказали, на гор высоты на полном пассажире высоко включить с земли. То есть высокое излучение прицела. Оно было смертельно. На земле нельзя было. А тут меня сразу насторожило. Я проснулся. А что такое полный прассажир? Это скорость полтора м, два мокучих толчка взад, и самолет буквально в зенит, и лезет ракеты кверху. Аэродром еще под побоем, уже 10 километров высота. И высоко, значит, тоже. Меня очень насторожило. Думаю, что-то необычно. И мне дали направление именно южно, где эти ракеты были. Но в идее курс дал именно 180. Максимальный набор высоты, максимальная скорость. Это меня сразу привело в чувство. И вдруг я вижу на грани прицела метка. Если это американского бомбира, я видел вот такой, это раза в два больше метка. Я докладываю. Мне говорят, сближайтесь. И вот я благодарю Бога, что я не успел наложить стробы и нажать кнопку захвата. Я успел нажать кнопку опознавания, под ней не выбилось этот самый, что свой самолет. То есть ничего не выбилось. И этот предмет отпрыгивает от меня влево, и со скоростью у меня километров в секунду было. Он с нарастанием до 8 уходит от меня в зенит. Что бы случилось, если бы я именно успел нажать, и загорелись четыре лампочки, пуск разрешил ПА. Мне пришлось нажать кнопку. Дальше непредсказуемо было, неизвестно, с какой цивилизацией я столкнулся, и что бы после этого поступило. Короче, докладный утром командир полка. Он говорит, ты ничего не видел. Я говорю, так что это было? Ничего не было, это контрольная цель была. Не твое дело. А нашел новинец, который из-под земли меня наводил. Он говорит, Юра, в чем дело? Он говорит, вот где ракеты, нависла гром на дурах, там сотни метров мать величиной. И говорит, мы на тебя наводили. Дальше, когда ты стал подходить, она отпрыгнула и ушла. Ну, как я сам уже. В эфире эзотерический телепроект «Для тех, чья душа не спит». Мы в прямом эфире у нас гость студии Вадим Александрович Чернобров, координатор обеднения «Космопоиск». Если можно, коротко вопрос-ответ на вопросы в виде СМС. Приходилось ли вам лично сталкиваться с проявлением НЛО или, возможно, тесного контакта с Антонтианом? А почему бы и нет? Я только и делаю, что за этим охочусь. Поэтому не удивляйтесь, пожалуйста. Конечно, я просто бываю в тех местах, где они бывают часто. А лично приходилось? Ну, не так, конечно. На расстояниях достаточно близких, да. По крайней мере, три раза достаточно близко, чтобы рассмотреть детали. Ну, и десятки раз далеко. А как вы относитесь к тому, что Русская Православная Церковь отрицает НЛО? Вам приходилось дискутировать на эту тему? Мы... Я имею знакомство и тесную дружбу с очень многими священниками. И надо сказать, у нас с ними разговоры далеко не конфронтационны. И поверьте мне, есть разные точки зрения на этот вопрос. Ну, вот, кстати говоря, очень много вопросов. Я объединю вопросы, поступившие в виде СМС и с нашего форума, по поводу хрона миражей, хрона аномалий. Это действительно уникальное явление, фактически существующее, очень перспективное его исследование. Мы продолжаем исследовать. Есть места, где часто появляются. У нас сейчас есть предпосылки к тому, чтобы мы близко подошли к пониманию физического процесса. Может быть, даже рано или поздно, ну, это будет в прямом эфире, так очень, конечно, грубо говорю. То есть, я надеюсь, что рано или поздно мы предскажем место, где это произойдет, и исследуем это явление, что называется, совсем близко. Есть ли у нас какие-либо вот совершенно четко определенные зоны, где постоянно происходят какие-то хрона аномалии? Постоянно нет, таких, в принципе, зон не существует, но места, где это случается достаточно часто, они переписаны. Есть, может быть, появляются новые, но это достаточно редко. Есть места, где периодически это случается, но можно приехать туда и месяц ждать, ничего не увидеть, поэтому гарантий нет. То есть, это такой квазислучайный процесс получается какой-то? Есть непонятая нами какая-то периодичность, есть начальные условия, погодные условия, в частности, там должны совпасть. Очень важно определенная влажность, определенное время суток и так далее. Все должно сложиться, и тогда... Сейчас мы поговорим об одной из таких активных, очень серьезных, аномальных зон на территории России, это Медведицкая гряда. Сейчас мы увидим видеоряд и попросим Вадима Александровича прокомментировать Медведицкую гряду. Экспедиция космопоиска на нее существует, я так понимаю, достаточно часто. С 80-х годов мы туда приезжаем каждый год. Есть попытки раскопать старые древние сооружения, которые там есть под подземные. Объективно там есть место активности шаровых молний. Мы находили огромное количество обожженных следов от этих непонятных объектов. Есть следы посадок НЛО, многие из них переписаны. На самом деле, это, по большому счету, место, которое давно надо именовать научным заповедником. Но это такая ситуация, когда я не очень предрасположен рекламировать это место, чтобы ни в коем случае люди туда не ехали самостоятельно. Ну, хотя бы на том основании, что мы уже имеем несколько случаев гибели самодеятельных уфологов. Одного из них, Хлебалина, мы ищем до сих пор. Пропал без вести на месте посадки НЛО. Поэтому, ну, мало ли. Если кто-то хочет, ради бога, экспедиции космопоиска некоммерческие. Можно принимать участие любым желающим. При соблюдении определенных правил техники безопасности, сухой закон, дисциплина. И, пожалуйста, не надо никому платить, не надо, так сказать, покупать какой-то тур. Все будет в рамках техники безопасности. И хоть какая-то гарантия того, что вас потом не придется разыскивать. Наверное, последний уже сегодня телефонный звоночек примем в эфир. Алло, здравствуйте. Доброго здравия. Хотел перед тем, как задать вопросы, сказать, что я слышал вашу передачу, и в ней говорится, как к этому относится русская православная церковь. Но я хочу сказать, что как все религии мира, так и закулисные мировые правительства знают о внеземной жизни. И давно уже с ними контактируют. И земля, на самом деле, уже давно в их руках. Люди тысячи лет назад знали об этом и знали, что такое летающие тарелки. Раньше их называли вайтмары, вьеманы. Но сейчас, к сожалению, это все забыто. На счет 2011 года хотелось бы спросить. Сейчас наблюдается вокруг Солнца большая активность, замечены объекты радиусом от Земли до Юпитера. Также говорится про Ниберу. Про Ниберу мы уже сказали. Темная планета. Пожалуйста, если можно, побыстрее, у нас время эфир ограничено. Сформулируйте ваш вопрос. Ну, тогда про активность вокруг Солнца. Активность объектов? Аномальных объектов вокруг Солнца? Я понимаю, фотографии есть в интернете, на которых возле короны Солнца наблюдаются какие-то сгустки, какие-то пятна. Вот, видимо, если человек об этом, то, скажу честно, они не вызывают какого-то большого доверия. То есть на звездолеты, на объекты неизвестные, они не похожи. Ну, представьте себе, огромное Солнце. Это ядерная топка, из которой каждую секунду вырываются протуберанцы. Ну, и где-то, как из печки хорошие, представьте, где-то искорки выскакивают, где-то выскакивает недогоревшее топливо. Поэтому что-то, какие-то флуктуации во вылетевших протуберанцах бывают. В том числе и блики. То есть в каждом конкретном фотоснимке надо быть с описаниями, с выводами очень осторожным. Дорогие друзья, ну, к сожалению, в наше время беседы подходят к концу. Очень о многих вещах мы не успели поговорить. В том числе, вот, хотелось бы поговорить более породно о хроноаномалиях, как о таких интереснейших вещах, происходивших. И которые будут происходить еще сейчас и в прошлом происходивших. Но об этом надеюсь, что когда-нибудь вы приедете в нашу Женоку. Я очень надеюсь, что будет повод, чтобы приехать не просто поговорить, а, что называется, на конкретное явление. Дорогие друзья, я напомню еще раз, телефон УФО-сети, по которому вы можете отправлять СМС с оповещениями. 8-985-257-9703. Он на ваших экранах. 8-985-257-9703. По этому телефону, это телефон УФО-сети, телефон для оповещения всех, включенных в эту сеть, об наблюдении аномальных явлений. Таким образом, информация о наблюдениях будет моментально распространяться среди заинтересованных людей. Ну и стоит адресовать всех, кто заинтересовался деятельностью Космопоиска. И тех, кто хочет участвовать в экспедициях, можно адресовать на сайт Космопоиска. Ради Бога, приезжайте в экспедиции, пишите. Мы открыты для контактов. Сайт Космопоиска, космопоиск.орг, есть на нашем сайте душа-тв.рф, в форуме тоже есть ссылки, в частности, на Нижегородское отделение Космопоиска. Со своей стороны, мы всячески будем поддерживать деятельность Космопоиска в Нижнем городе информационных. А я и вас приглашаю в экспедицию. Приезжайте. С удовольствием, спасибо. В том числе, если хотите, можем устроить прямой эфир с места посадок, с кругов на полях. Еще пока что этого никто не делал. Подумайте. С огромным удовольствием. Дорогие друзья, у нас в гостях был Вадим Александрович Чернобров, координатор объединения Космопоиск. Большое вам спасибо. Удачи. Всем спасибо и, надеюсь, до связи. Субтитры создавал DimaTorzok